СМИ говорят о том, что 25-я летняя девушка какое-то время не могла иметь детей и лечилась от бесплодия. В итоге она забеременела естественным путем. Изначально на УЗИ говорили о семи плодах, потом поняли, что младенцев не семь, а девять. Халима Сесе была отправлена в Марокко, где есть все условия для выхаживания и современное оборудование. Там, на 30-й неделе было проведено кесарево сечение, и на свет появилось 4 мальчика и 5 девочек. В настоящий момент женщина приобрела мировую известность, а детки до сих пор находятся под наблюдением врачей. И все бы было хорошо, пока недавно мир не потрясла новая новость, да только мутная какая-то история. 8 июня СМИ наперебой публиковали новость о том, что некая 37-летняя Гасями Ситхоу, гражданка ЮАР, родила за раз аж 10 детей. Сама она находится сейчас в неоплачиваемом отпуске, а муж вообще безработный. В общем, с того момента все и началось. Почти каждый день к нам прилетали разные новости про эту парочку. Попробую описать хронологию событий. Сначала выходит громкая новость о том, что женщина родила 10 детей в 7 месяцев и 7 метров в ней. Итого, 7 мальчиков и 3 девочки. Затем СМИ публикуют новости о том, что муж заявил о рождении супругой Гасями Ситхоу, 10 детей, что мать и дети чувствуют себя прекрасно. В сети появилось и фото пары, но младенцев нам так и не показали. И с того момента все пошло да поехало в Тартарары. Правительство заинтересовалось этой семьей и начало искать клинику, где могла находиться мать с детьми. Сама она просила оказать ей любую помощь, смеси, памперсы, наличные. Потом вышла новая новость. Власти не нашли в роддоме ни одной женщины с таким количеством детей и принялись опровергать информацию. Муж встал в позу я не я и тапки не мои. Не знаю, где жена и дети. С момента родов не видел ни ее, ни детей. Началась активная проверка. В итоге 17 июня женщину отправляют в психиатрическую лечебницу. После обследований оттуда заявили, что женщина последний год точно не была беременна. Однако муж говорит о том, что жена его точно была беременна и что по УЗИ у них сначала должно было родиться шесть детей, а потом нашли еще двоих. Ну и во время родов нашли еще двух. Тут и адвокат подключился, заявив, что его подзащитная будет подавать в суд. Удерживают ее насильно, еще и плохо обращаются. Естественно никаких младенцев при ней вообще не обнаружено. Сама же многомама по-прежнему утверждает, что родила десять детей. Ей приходится их прятать, потому что муж решил прославиться за их счет. Итак, на сегодняшний день известно, что Минздрав и власти полностью опровергают информацию о таком количестве детей. Муж вообще не верит, что жена была беременна, потому что не видел ни ее, ни детей. Клиника никак не комментирует роды и была ли у них пациентка. Женщина грозит тем, что никто не узнает, где ее дети. А может и правда, тетя Кукохой поехала и ей вообще приснились дети. Мало ли что там могло произойти. Ну или захотелось простого хайпа и известности. Желтая пресса, тоже известность. Если прикинуть логически, то и я не верю в существование этих детей. Женщина банально не смогла бы так быстро восстановиться. С 8 июня по 17 прошло, всего 9 дней. После Кесарева с одним ребенком нужен минимум месяц, а тут десятый пуза жителей. Дети родились недоношенными, значит маловесные, от слова очень, значит они должны находиться в реанимации. Следовательно дети должны находиться в медучреждении под круглосуточным наблюдением. Если Халима, родившая 9 детей, до сих пор находится с детьми в стационаре, то что говорить о 10 детях, но Минздрав не нашел ни в одной больнице 10 и более детей, и выписать через неделю ее точно не могли. Ну а рождение естественным путем и без стационара такого количества детей, это фантастика. Они бы просто погибли, дай бог, если бы мама осталась жива. Даже у кошек не бывает столько котят. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok